ПАМКРАТ Сегодня ты обещал рассказать о самых главных правах человеков Значит, дело было так Когда после ужасов войны Человеки договаривались о всех мирной конвенции Было очень много споров Потому что всем хотелось включить в нее как можно больше прав Но потом обнаружилось, что это вовсе не так просто Просто потому, что после войн и разрушений У них не было средств на то, чтобы каждому дать бесплатное образование И хорошую работу Им бы супом беженцев накормить А кроме того, оказалось, что чем больше прав Тем труднее их соблюдать и контролировать Да? И как же они выкрутились? После яростных споров Цивилизованные миры договорились о том Что надо выделить совсем немного прав Без которых человеки вообще не могут жить и нормально развиваться Заметьте Не хорошо жить Не безбедно жить А просто жить по-человечески И в основную конвенцию включили Ну, самый базовый набор прав Без которых не обойтись никак И которые действуют везде И для всех без исключения А уже следующие конвенции Или даже отдельные государства Могут давать своим жителям Любые дополнительные права Так вот Первые четыре права таковы Право на жизнь Запрет пыток Запрет рабства И право на свободу Договорились, что именно эти четыре вещи базовые Потому что касаются самого человеческого тела И без них человек вообще не может пользоваться Никакими другими правами Да уж, сложновато будет использовать право на образование Если ты убит А что за право на жизнь? Получается, мне дали разрешение родиться? Видишь ли Поскольку права человеков обеспечивает государство То речь в них идет о вертикальных отношениях То есть об отношениях человека и власти Так и получается Что на практике Право на жизнь Прежде всего означает право Не быть убитым государством Например, полицейский или солдат может носить оружие Но не может стрелять в человека без веской причины То есть полицейский все-таки может стрелять в людей Получается, что даже право на жизнь не безгранично? Именно так В ситуации, когда террорист или бандит собирается напасть на людей Полицейский может в него стрелять и даже убить Но затем уже суды Вплоть до всех мирного Будут решать Было ли это действительно единственно возможной меры А право на свободу? Оно что, тоже ограничено? Конечно Любого человека могут посадить в тюрьму Если он нарушает закон Но если кого-то арестовали То обязаны объяснить, почему Соблюсти процедуры И дать возможность защититься перед независимым судом Который решит, правильно или нет Лишать человека свободы в данной ситуации Ну ладно Про жизнь и свободу ясно А что там с пытками и рабством? Запрет пыток Жестокого и бесчеловечного обращения означает Что в каких бы преступлениях тебя не подозревали Представители власти Они не имеют права тебя пытать Добывая признание с помощью боли Или унижений И в любом случае Государство не может сделать человека рабом И продать как вещи И не должно позволять это делать другим Ну что Понятно про первых четыре базовых права? Вроде все понятно Но я как-то по-другому себе это представлял Ну вроде как Мы за все хорошее Каждый имеет право на жизнь и свободу А тут сплошные правила и ограничения А вот это и есть Разница между прекрасной идеей И ее практическим воплощением Как говорится Добро пожаловать в реальный мир! Добро пожаловать в реальный мир!